Второй открытый турнир, посвященный битве под Москвой по дисциплинам джиу-джитсу и Неваза, собрал как опытных, так и начинающих борцов. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Москвы, Рязани и ряда подмосковных городов. Три возраста – это 1998-2000 год, 2001-2003 и 2004-2006 год рождения. На турнире также присутствовали более 10 призеров и победителей мировых и европейских соревнований по грепплингу и джиу-джитсу. Некоторые из них оценивали, как участники соревнований владеют техникой рукопашного боя. В составе судей была чемпионка мира по джиу-джитсу 2016 года Оксана Москаленко. Она дала ценный совет начинающим спортсменам. Секрет, наверное, это все-таки воля к победе. Надо никогда не сдаваться, стремиться выиграть и тогда все будет. Неваза – это вид борьбы, в котором нужно повалить противника на землю и в таком положении продолжить поединок. Спортсмены применяют болевые и удушающие приемы. Никита Морозов, несмотря на свой юный возраст, знает, как быстро победить в рукопашном бою. Уверенность в силах ему придает поддержка родителей. Конечно, силы воли должна быть, желание и поддержка семьи. И это очень важно, чтобы поддерживали родители, близкие. Если мы его будем поддерживать, как я считаю, то у него все получится, он добьется. И, конечно, желание прежде всего с его стороны. По итогам соревнований семь ребят из Воскресенска стали призерами и победителями в разных возрастных и весовых категориях. Третье место заняли Андрей Боков, Никита Юга и Тимур Коновалов. Серебро у турнира у Антона Морозова и Семена Головкина. Победителями стали Вахтанг Богатов и Андрей Милютин. Полина Романюк, Сергей Емельян, Воскресенские вести.